Это город Эсс, меня зовут Инна Сапанченко, здравствуйте. В мае 2011 года президент подписал указ об общественных советах при Министерстве внутренних дел и его территориальных органах. Планировалось, что общественный совет станет помощником полиции. Эта организация является совещательным органом, образуется для согласования общественно значимых интересов граждан России и решения важных вопросов деятельности МВД. Сразу хочу сказать, что как раз таки с 2011 года совет существует у нас в Самаре. И сегодня как раз поговорим о его работе и как раз стал ли он помощником полиции и гражданам. В нашей студии сегодня Лариса Фурсова, секретарь общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области. Добрый вечер. Здравствуйте. Улыбаетесь вопросу. Лариса Николаевна, ну все знают, чем должны заниматься сотрудники полиции. А вот зачем нужен общественный совет все-таки? Знаете, с 2011 года наш общественный совет занимается тем, что мы имеем такую полномочие, как контролировать деятельность полицейских. Серьезная заявка. Очень серьезная. И поэтому как бы главному управлению МВД от нас не отделаться. Наши советы, наши рекомендации, настоятельные просьбы, высказанные общественниками не только на пленарных заседаниях, но и на приемах при руководстве главков мы присутствуем, имели свою определенную вес. Это первое. Второе. Мы созданы для того, чтобы, наверное, вот это сократить расстояние между полицией и гражданами. Но не секрет, что у населения, у части населения есть определенные взятые отношения к полиции, учитывая, что произошла реформа. Поэтому одна задача была все-таки как-то улучшить отношения, доверие, чтобы возросло граждан к полиции и улучшить имидж нового полицейского. Вот, наверное, все, что мы проводим и делаем, направлено на реализацию вот таких поставленных задач. Ну, раз уж сказали тогда лирический вопрос по имиджу нового полицейского, он изменился действительно, ваше мнение? Ну, вы знаете, вот я сама до 2011 года как-то скептически относилась к милиции, потом полиции. Ну, на то, наверное, есть свои причины определенные, да. Но столкнувшись, вот так вот получилось, с работой полицейского, больше вникла в те сложные ситуации, в которых находится полицейский. И увидев какой-то тяжелый труд, у меня отношение изменилось. Потому что я всегда говорю, когда нам плохо, мы набираем 0,2. И хотим, чтобы сейчас же к нам быстренько пришел дядя Степа, полицейский, помог в нашей беде, срочно что-то сделал. И поэтому, наверное, все-таки полицейских хороших, храбрых, мужественных профессионалов больше, чем вот те, которые, ну, наверное, случайно попали в органы внутренних дел. Ну, теперь для наших зрителей, если у вас есть вопросы по работе общественного совета при нашей полиции, а может быть, у вас есть какие-то вопросы по работе полиции и какие-то предложения, собственно, почему нет, да, Лариса Николаевна? Звоните, пожалуйста, к нам в студию 202-11-22. Сколько человек входит в состав совета? В состав совета входит 26 человек. У нас 10 комиссий, которые определены по тем направлениям нашей деятельности. В составе комиссии есть и предприниматели, есть артисты, есть адвокаты, представители религиозных организаций, этнических меньшинств. То есть, в общем-то, представители СМИ, очень, как бы, интересные, известные в Самаре люди, ректоры, институтов. Поэтому, в общем-то, мы находим общий язык из разных сфер люди, и они все живут в Самаре, все хотят, чтобы нам жилось безопасно, комфортно, уютно. И неравнодушные люди со своей гражданской позиции. А вот вы считаете, это оправдано? Артисты, адвокаты, ну, адвокаты все-таки близко к этой теме, ну, и так далее. Вот есть же мнение, что сапожник должен делать сапоги, портную там шить? Мы не выполняем роль полицейских. Мы обычные граждане, которые сталкиваются с правонарушением на улицах, дома, которые хотят также спокойно гулять на набережной, общаться там, значит, с детьми, находиться в парках. Мы выступаем как в роли обычных граждан, но имеем возможность донести те мысли, те предложения, те проблемы, которые есть в нашем городе полицейским. Я думаю, что это нормальное явление. Вообще сейчас как бы институт гражданского общества, и вот общественники возрождаются, и при многих, насколько я знаю, да, и при правительстве, и при различных органах власти есть общественные советы, которые, наверное, позволяют и чиновникам, и тем же полицейским услышать народ и быстрее сделать нашу жизнь лучше. Ну а вот как попасть в общественный совет, как он формируется? Вопрос, кстати, от нашего режиссера. Как попасть в общественный совет? Совет выбирается на два года. Вот наш совет заканчивает свои полновочия 26 сентября 2015 года. Совсем немного вам осталось. Нам осталось, да, немного потрудиться поработать. Поэтому на сайте Главного управления МВД России по Самарской области будет появляться, я так думаю, июнь-июль появляется информация, какие документы надо представить. Ну там небольшой набор, это собственное заявление, паспорт и, по-моему, рекомендательное письмо. То есть любой человек может это сделать? Вообще, по большому счету, любой гражданин может, да, попробовать попасть в общественный совет. Только он должен понимать, зачем это идет, что он будет делать. Но я хочу сказать, что на сайте есть информация о деятельности нашего общественного совета, все документы, чем занимается, что должен делать, какие есть полномочия. Поэтому можно ознакомиться и добро пожаловать. Ну а решение это все-таки, кто принимает окончательное собрание? Главное управление МВД. То есть полиция все-таки выбирает, кто будет с ними работать? Ну есть там ведь определенные моменты, чтобы люди были несудимые. Это естественный момент. Поэтому как бы отсматривают, конечно, этот вариант. А потом сами просто вас приглашают и, в общем-то, мы начинаем работать. Скажите, пожалуйста, ну а вот говорят, что есть у членов общественного совета какие-то особенные льготы, например, бесплатный проезд на транспорт. Никаких льгот у нас нет. У нас действительно есть документ, что мы являемся членом общественного совета, который дает право нам прийти в отдел полиции, задать вопрос, посетить места, например, задержания, СИЗО, дежурные части. Но других привилегий у нас нет, поверьте. Может ли общественный совет реально влиять на работу полиции? Ну я думаю, что это зависит от состава общественного совета. Мы вот неравнодушные люди и, общаясь с гражданами, у нас каждый четверг в клубе Дзержинского с 16 до 18 часов проходит прием граждан, где мы выслушиваем все беды, проблемы, трудности, причем там могут обратиться и полицейские, если нарушаются их права. И общаясь, мы обязательно делаем анализ тех обращений и просим полицию дать нам ответ на те обращения, которые есть, чтобы, в общем-то, была такая обратная связь. Дают? Дают, да. И на пленарных заседаниях, которые проходят раз в квартал, мы обязательно приглашаем представителей территориальных отделов полиции и заслушиваем их работу. Это тоже, в общем-то, наша полномочия. И если при общении с гражданами по области у нас были обращения о том, что мало участковых, плохо там кто-то работает, мы эти вопросы открыто поднимаем и задаем нашему полиции. Ну, а вот у вас, может быть, у ваших коллег за все это время работы ни разу не возникало понимания, что, например, полномочий и прав все-таки маловато, потому что, собственно, любой ведь орган без полномочий не будет иметь никакого смысла. Да нет, я думаю, что, вы знаете, ведь может быть очень много полномочий и никакой работы. А вот я хочу сказать, что за 4 года, вот так получилось, что я 4 года в общественном совете, то есть второй срок у меня пошел, мы, во-первых, имеем положительные тенденции в нашем развитии даже. Появляется очень много интересных социальных проектов, акции, которые мы сами придумываем, то есть нам никто не подсказывает. И хочу сказать, что это, в общем-то, ну вот на пользу идет, вот тех задач, которые я говорила. Например, 1 сентября уже 2 года мы проводим акцию сзади Степа и в первый класс. Кстати, 10 ноября в Самаре появится памятник дяде Степе. Очень кстати. Да, вот, как, вот, наверное, тот вот образ милиционера, который всегда помогал тем, кто попадал в беду. И вот такая была брошена идея, и она прекрасно реализовалась. А в чем смысл ее? 1 сентября ко всем первоклассникам города и области выходят члены общественного совета, полицейские. Мы раздаем специальные диски, подготовленные совместно с полицией, уличной безопасности. Потому что первоклассник, он уже, ну, в другом статусе социально. Он же большой. Он уже большой, взрослый. Да, и чтобы он не попал в беду, которая может с ним произойти, Мы вот проводим вот такой урок безопасности, урок знаний 1 сентября и урок безопасности. И идея настолько, вот, скажем так, реализовала себя, что мы считаем, что это нужно продолжать и делать обязательно. Вот как пример, один из примеров. Далее 13 лет подряд мы проводим, это опять-таки организатор, члены общественного совета Легостаев Евгений Васильевич, Мы проводим турнир среди детей по футболу и посвящаем ему тем погибшим сотрудникам при пожаре, у которого такое несчастье в Самаре было. Со всей страны приезжают, это не только Самарской области, 350 детей, мальчишек, играют в футбол на кубке, там, подарки, но при этом их еще знакомят с профессией полицейского. То есть я считаю, что вот такие инициативы, они очень интересны. И, наверное, в лучшую сторону могут исправить ситуацию. Ну, судя по всему, у вас весь совет оптимисты неуемные, да? Оптимисты. Очень много мы делаем по безопасности интернет, это уроки безопасности в школах. Раздаем памятки детям, как не попасть в сложную ситуацию в социальных сетях. А также встречаемся с родителями. И родители учим, как контролировать собственных детей, вот, в тех ситуациях, когда они пользуются. А давайте еще раз поясним, в преддверии, тем более, возможности стать членом общественного совета, еще раз, это все-таки общественная нагрузка, она не кормит, не трудоустраивает. Добровольная, общественная нагрузка. Мы можем во второй половине дня, в субботу, в воскресенье. То есть вот это должно быть, ну, как бы желание. Только желание человека, поэтому как бы это нужно понимать. Потому что, если проходят футбольные матчи, то мы обязательно выходим, контролируем деятельность полицейских. Если проходят социально значимые мероприятия, то члены общественного совета, опять-таки, смотрят за тем, как себя полицейские. На выборах 14 сентября, которые были в прошлом году, я так думаю, что и в этом году, мы посещаем избирательные участки, где смотрим за деятельностью полицейских. Но это выглядит как недоверие. Нет, это воспринимается очень спокойно полицейским, потому что все полицейские знают, что такой общественный совет есть. И поэтому никаких вот таких столкновений, противоречий у нас не было. Я хочу сказать очень отрадно, что вот когда мы такие вот рейды делаем, остается очень приятное впечатление о полицейских. То есть нареканий в адрес внешнего вида, обращения с гражданами. Поэтому я говорю, что вот я все больше и больше восхищаюсь теми людьми, которые ходят в полицейских погонах. Вы смотрите «Город Эсс». Сегодня у нас в эфире Лариса Фурсова, секретарь общественного совета при главном управлении МВД России по Самарской области. 202.11.22. Мы работаем в прямом эфире, ждем здесь в студии ваши вопросы. Лариса Николаевна, вы сказали, что вы ведете прием, граждане обращаются и полицейские, и не полицейские. А все-таки насколько приучены не полицейские, а население к тому, что такой орган существует, что он друг? И вот идут ли, обращаются ли люди к вам? Ну, если в 2011 году обращений было 68, то на конец 2014 года 256. Я думаю, что цифры говорят сами за себя. Это те обращения, когда люди приходили на прием. С какими основными проблемами все-таки обращаются? Разные. Но в основном это все, что касается ЖКХ, бытовые проблемы, таких очень больших жалоб на действия с полицейских, это бывает очень редко. В основном, если судебные решения не устраивают, как правильно поступить гражданину. Но опять-таки наш член общественного совета предложил организовать бесплатную помощь юридическую во время этих встреч. Поэтому у нас всегда, кроме члена общественного совета, по четвергам клуба Дзержинского присутствуют юристы, которые помогут вам составить заявление, обращение, подскажут, куда лучше обратиться с той или иной проблемой. И в ноябре месяце мы проводили юридическую помощь, бесплатный день юридической помощи. Пожалуйста. То есть вот эти инициативы, они от нас исходят. Поэтому могу сказать, что граждане знают. И также благодаря СМИ мы об этом говорим. Баннеры висят по городу. А на сегодняшний день мы выпускаем буклет, выпустили буклет, который будем раздавать людям, чтобы они больше о нас знали. Вы сказали, что ваше мнение о сотрудниках полиции с каждым днем растет. А как вы анализируете мнение населения Самарской области о работе полиции? Что они думают? Мы если спрашиваем про участковых, то в основном, что касается сельской местности, по области, там участковые знают, любят, ценят, боготворят. Что говорится, если про город Самара, то она всегда знает ни в лицо, ни по фамилии. Ни фамилии не знает, ни телефоны не владеет ситуацией. Здесь, конечно, ситуация несколько другая. Поэтому вот есть над чем работать. Это плохо или хорошо? В принципе, может быть, и пусть? Да вот, может быть, знаете, есть какие-то ситуации, когда она бы быстрее решилась, если бы обратилась к участковому. На тот момент, когда там происшествия еще не случилось, все, что касается в основном, это бытовых ссор, обид и так далее, жалоб друг на друга. Поэтому я думаю, что, может быть, какие-то вещи и можно было решить на этом уровне, на уровне участкового. Ну, а получается, что к вам обращаются как раз с тем, с чем, в общем-то, можно было бы просто пойти в полицию и написать заявление? Нет, не обязательно. Есть люди, которые несколько раз обращались в полицию, но не удовлетворены были тем или иным ответом. Поэтому они идут к нам для того, чтобы мы запросили материал. У нас есть такие полномочия. Можем запросить материал, мы можем рассмотреть, посмотреть, высказать свое мнение по той или иной проблеме. И как бы дальше решить, что делать, почему такое было принято решение, где застопорилось принятие. Поэтому здесь вот или бы гражданину объяснить, что дальше-то делать с тем или иным вопросом. Давайте сейчас мы посмотрим видеосюжет, продолжим наш разговор. Начальник главного управления МВД Сергей Солодовников встретился с членами общественного совета при областном главке. На встрече присутствовали представители всех муниципальных районов области. С ними генерал поделился планами на ближайшее будущее, а также заручился поддержкой в их реализации. Ежегодно общественный совет рассматривает сотни обращений граждан в сфере бытовых проблем, коммунальных услуг и бездействия полиции. С помощью общественного совета, предполагает Солодовников, связь между правоохранителями и обществом станет более крепкой и понятной. В ходе встречи Солодовников также напомнил. В октябре этого года состав общественного совета будет обновлен. По словам генерала, в него войдут те, кто оправдал доверие в предыдущие годы работы совета. В общественном совете должны быть социально аккредитованные люди, должны быть лидеры движений, должны быть руководители крупнейших предприятий, должно быть сообщество граждан, должна быть часть журналистского сообщества, надо составлять не менее 30%. У нас у всех есть длительное время до октября, показать и доказать друг другу, чего мы стоим и чего мы хотим для нашего общества. Я думаю, что все население наше заинтересовано в той программе, которую выдвинул новый начальник Главного управления МВД России по Самарской области. Мне кажется, что в этой программе очень важно завоевать доверие граждан. Вы смотрите «Город Эс». У нас в гостях Лариса Фурсова, секретарь общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Ждем в студии ваших вопросов. Лариса Николаевна, что изменилось в работе совета с появлением нового главного полицейского Самарской области? И вообще изменилось ли что-нибудь? Вы знаете, надо сказать, что Сергей Сладовников человек, который мало говорит, больше делает. Поэтому с первых дней пребывания его на посту уже начались конкретные дела. До этого мы очень много работали над темой привлечения граждан в народные дружины. И именно от него пошли первые инициативы, встречи, такие, знаете, решения, которые позволили на сегодняшний день привлечь народные дружины граждан. И мы можем на сегодняшний день видеть, как по улицам города патрулируют ДНД и полиция. Поэтому я считаю, что уже первые шаги в этом направлении очень хорошие сделаны. Далее на сегодняшний день появляется такое общественное движение, как ночной патруль. Это те люди, которые ночью, особенно перед праздничными, праздничными дни, устанавливают тех водителей, которые за рулем в нетрезвом состоянии, на большой скорости. И этим самым нельзя поставить везде полицейских. У нас просто численности нет такой. И позволяют вот таким образом приостановить, я считаю, что очень страшные события, если человек за рулем пьяный. Поэтому я думаю, что вот как раз, когда сами граждане начнут больше быть активными, проявлять вот свою гражданскую позицию, мы, наверное, наведем порядок. Потому что сколько бы ни увеличивало количество полицейских, пока сами граждане не поймут, что надо быть законопослушными, ну, это очень сложно сделать. И поэтому вот, наверное, здесь Сергей Сладовников, общаясь с разными категориями людей и со студентами, ну, позволяет как-то вот эту ситуацию изменить в лучшую сторону. А как вообще строится ваша работа еще и до Сладовникова, и сейчас именно с руководством? Как часто вы встречаетесь? Это плановые встречи или это встречи по необходимости? Ну, во-первых, у нас, я сказала, что каждый квартал проходит пленарное заседание, когда берется какая-то такая большая тема, и мы ее обсуждаем. В прошлом году было несколько таких, мы приглашаем заинтересованных людей в этом вопросе, да, и эту тему обсуждаем для того, чтобы каким-то общим прийти решением. Это первое. Второе, есть у нас президиум, который собирается раз в месяц для того, чтобы такие быстрые решения принимать. Постоянная взаимосвязь с самим главным управлением, а также есть такая форма, когда член общественного совета вместе с руководителями главного управления присутствует при приеме граждан. Есть и такая у нас вот направленность. Дальше за каждой комиссией у нас закреплен куратор. Непосредственно те вопросы, которые он решает, и комиссия может к нему обращаться. То есть мы в таком вот, знаете, интерактивном режиме работаем. И, в общем-то, живой организм у нас, я хочу сказать. И по итогам 2014 года общественный совет Самарской области отмечен на уровне России. Может быть, не вам нужно адресовать этот вопрос, но, тем не менее, за время вашего, тем более, второго срока работы сложилось у вас ощущение, что вы полиции нужны. Были ли все-таки какие-то моменты разногласий и, может быть, конфликтные какие-то ситуации? Вы знаете, конфликтов не было. Мы задаем, может быть, даже неудобные вопросы полиции, но наша задача найти решение, а не конфликтовать и не враждовать. Поэтому те вопросы, которые мы задаем, мы вместе находили решение. Во всяком случае, хотя бы посмотрели, почему эта проблема не решается, где она буксирует. Что для этого нужно сделать? Поэтому, я думаю, наша задача как раз помочь полиции в решении тех задач, которые стоят перед самим министерством. Вы сказали, что уже в школах потихоньку рассказываете детям, что такое работа полицейского, проводите какую-то профориентацию. Меня очень заинтересовало еще, что сейчас у вас идет конкурс. Мои родители работают в полиции. Что это за идея и в чем суть? Ну, этот конкурс не первый год уже идет. То есть это и в прошлом году проводилось, когда проводится конкурс рисунков, где дети рассказывают в рисунке о профессии своих родителей. Сейчас он идет по всей Самарской области. И вот в начале июня, когда 1 июня, День защиты детей, будут подведены итоги и лучших мы отмечаем. Поэтому, а как еще рассказать про профессию полицейского детям? Вот как раз через наши встречи с Одессёпой в первый класс, через рисунок, через непосредственное привлечение детей и студентов. У нас был такой, знаете, студенческий десант, когда мы студентов вывозили вместе с главным управлением в разные структуры. И они могли увидеть на самом деле, как работают кинологи, как работает ОМОН. То есть я считаю, что это очень интересная возможность рассказать про эту профессию немножко с другой стороны и мотивировать лучших ребят на то, чтобы они пошли и поступили работать в полиции. То есть вы ставите задачу еще и пополнения рядов полицейских? Однозначно, конечно. Ну а как еще? Вот как раз имидж полицейского должен и измениться. Еще хотела попросить вас все-таки несколько слов рассказать об акции «Общественный контроль». Акция «Общественный контроль» родилась в прошлом году. Раз в месяц члены общественного совета выходили в определенные объекты. Один месяц мы посвятили работе участковым. Я сама лично. Пришла к участковому на проспект своей массы. Нет. Совершенно. Я, если его честно говоря, даже и не знаю в Самарском районе. Вот. В Октябрьском районе. Работая раба в Октябрьском районе. Вот в Октябрьском районе я пришла, познакомилась, посмотрела место его работы. Вместе с ним принимала граждан. Вместе с ним ходила по большому участку. Те вопросы, которые возникали в ходе вот этого вот такого рейда, я потом изложила в Главное управление. Но здесь ситуация была именно материально-техническое обеспечение участкового участка, вот этого пункта, где он встречался. Ну, участкового люди знали, потому что я даже спрашивала по улице. Идя, спрашивала, знаете своего участкового? Да. А не можете посказать, где вот мне его найти? И, в общем-то, была дольторина тем, что хороший участковый. В другой месяц мы посещали инспекторов по делам несовершеннолетних, где ходили по домам трудных семей, выходили в школы и также присутствовали на приеме у инспекторов. Также посещали дежурные части, также выезжали вместе с постом патрулирования. Во все уголки, в общем, заглянули. Ну, в общем, постарались. Не спрятались от глаз общественного совета. Вам зрители пишут, передайте уже тогда по адресу, большое спасибо за уборку киосков и пивнушек. Почему принуждают ЧОПы выставлять своих людей на охрану порядка, если ЧОПы не выставляют людей, то им не продлевают лицензию? Известно ли вам об этом? Такой вопрос есть. Ну, вот конкретно, какому ЧОПу не продлили лицензию, вот такой информации нет. Мы ждем, пусть приходят. Здесь есть телефон, что я вам передам. Ну, действительно, к ЧОПам обращались с тем, чтобы они активизировали свою деятельность в плане патрулирования по городу. Ну, вот возьмут телефон и обязательно этот вопрос просмотрим. Да, хорошо. Ну, и Лариса Николаевна, человеку, не посвященному понятие фестиваль прессы, скажет о том, что туда придут только представители СМИ. На самом деле это не так. И вот в ближайшую субботу буквально ждет нас это мероприятие. Наверное, тоже стоит сказать и о вашем участии. Традиционное мероприятие, которое проходит в конце мая, 30 мая. Мы всех ждем в 11 часов в Струковском парке. И Главное управление МВД России по Самарской области совместно с общественным советом организует 21-ю площадку. В этом году она будет посвящена 70-летию Победы. Очень интересная выставка, показательное выступление. Можно посмотреть, как работают криминалисты. Приходите, будет очень интересно. Опять-таки хотите устроить префориентацию самарцам. Лариса Николаевна, спасибо за участие в нашей программе. Мы сегодня говорили о работе общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области. Ну, и вы наверняка услышали, что поработать в нем при желании может каждый. Уже буквально с осени этого года. Спасибо, что были с нами. Увидимся в городе С. До свидания.